ПЕСНЯ 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 Ну что же, и Царвена Звезда. В воротах 22 номер Зоран Банович, 3 Душан Анджейкович, 5 Никола Трайкович, 7 Ненат Мильяж, 8 Огнен Короман, хорошо нам известный, 9-й Эрнан Баркос, 11-й Марко Перович, 19-й Иван Тариковский, 21-й Ибрахим Гайе, 24-й Бойен Миладинович и 30-й номер Душан Баста, он капитан царвен-известный. А вот ее тренер, тоже хорошо нам известный персонаж, 35-летний Александр Янкович. Только 7 или целых 7, как хотите. Варушение правил, быстренько спартаковцы пробили, Моцарт капитанствует, поскольку в составе сегодня нет Егора Титова. Но эта вот атака могла быть опасна, но как-то не обработал мяч Артем Дзюба. Давайте посмотрим повтор этого момента. Санислав Черчесов, капитан Моцарт, 5-й номер. Может быть какие-то ревнители национальных традиций скажут, что вот дожил капитан Спартака бразилец. Но тем временем атака, но на самом-то деле ничего плохого, уж совсем плохого в этом нет. И, наверное, нужно быть внимательным к нападающему, фактически единственному полноценному нападающему. Ой-ой-ой, вот какой хороший пас, великолепная комбинация. Вы знаете, какую передачу сделал Дзюба. Павленко идет по центру, идет, идет, идет. Хорошая передача. Сколько уже моментов-то у Спартака и снова теперь уже в ногах у Дзюбы. 3-0 у Бейтара. Шахтер уже вышел в финал и ждет своего соперника, которым, скорее всего, будет Киевская Динамо. Ну вот Короман бьет издали, мимо ворот. Почему, скорее всего, Киевская Динамо? Ну потому что у Спартака крупнее, чем у Спартака выиграла Киевская Динамо. То есть с отчетом 4-0. Но если Спартак, Короман бьет и надежен Джанаев. Хочу сказать, что если Спартак захочет подложить свинью. Вот пошел вперед ГАЕ. Мощный ГАЕ, центральный защитник. Отдает направо. Опасная атака Короман. Под удар неплохая комбинация. Бил Иван Триковский. И снова в руки Джанаеву. Ну что же, вот так. Уже они могут набрать максимум 3 очка. А уж актеру уже 6 очков. Павленко великолепная передача. Надо забивать. И штанга на этот раз спасает. Естественно, есть претензии у голкипера Пановича к своим защитникам. Но я должен сказать, что и великолепно разыграют комбинацию. И снова все делал Павленко. И снова был удар Прудникова поворотом. Да, не превратится у Прудникова, у этого Баженова. Я говорю о реализации. Баженов хороший, скоростной, быстрый футболист. Ему дико не везет вот сразу или одним движением подправить себе мяч. Вот никак не получается у Дюба. Но посмотрим сейчас. Делал передачу. Мяч попал в ногу ГАЕ. И удар поворотом довольно неожиданный. Ну что, элемент. Действительно, такой сюрприз был для вратаря. Впрочем, Банович, наверное, был готов к этому сюрпризу. Вот смотрите. Из-под защитника Дюба бьет с лету. Можно говорить, что там мяч летел бы в штангу. Такая сложная система для команд. Из группы выходит. Нет никаких полуфиналов. Матчей за третье место. Из группы выходят только победители сразу в финал. Поэтому я уже говорил об этом в предыдущем репортаже. Поражение в первом матче уже ставят в очень сложное. Одно поражение. Очень сложное положение ставят команду. Попытались запутать вдвоем центральный защитник ГАЕ Сенегальский и аргентинец Баркос. Вот аргентинец Баркос с бородкой был на ваших экранах. Именно он наносил удар. Видите, так оттеснялась та сборная, которая вот сейчас сформируется новым тренером. Сборная сервера Славом Джукичем. А это Прудников. Но скорость, удар, гол. Великолепный гол. Великолепный гол Прудникова. Не смог его догнать Ибрахим ГАЕ. Не смог ничего сделать вратарь Банович. Хотя вроде бы выходил уверенно и перекрывал направление удара. То есть мало вариантов было у Прудникова. Вот посмотрим еще раз. Но он пробил так, чтобы не оставить никаких шансов. Получилось очень здорово. Верхний угол. И тут, конечно, вратарь спасти не мог. Подправился и мяч левый и с правой пробил великолепный гул. Может быть, один из самых красивых мячей, забитых на этом турнире. Корман разыгрывает мяч и будет навешивать на дальнюю штангу. Не знаю, прав ли был Джанаев в что-нибудь игре. Если вообще кто-то мог понравиться в игре проигранной Киеву со счетом 0-3. Короман идет. Ой-ой-ой. Как вы смотрите, как вот все к тому же разговору. Два центральных защитника. Филипенко там упрекает кого-то из... Короман. Очень активно. Вот он сместился на левый фланг. Очень активно играет. Особенно взаимодействует с Баркасом неплохо. Это пас под удар. Удар по воротам. Ну что же, вот бил Трайкович и дал возможность показать себя во всей красе Саслану Джанаеву. Повторяю, 190 сантиметров рост. Во все эти 190 сантиметров он вытянулся и вытащил мяч из права от себя угла ворот. Не попавший даже в число запасных на сегодняшний матч. Вы видели, они сидят на трибуне. И удар. Удар Динеева. Моцарт. Перевод налево. Майдана. А еще дальше по левому флангу забегает защитник. Хорошая передача. И снова в положении вне игры. Нет, нет, можно не играть. Все было разыграно красиво. Но даже это не Дюба был в положении вне игры, завершавший атаку. А еще раньше в офсайд попал все тот же Прудников. И столкновение с Зорном Бановичем. Резервный вратарь у циррена-звезды Горан Адамович. Так на всякий случай представлю заранее. Ну да, положение вне игры. А что было дальше? Ой-ой-ой, как заехал. Просто бутсой в лицо вратарю. Смотрите, что происходит. И вот. Неумышленно, конечно, но как продолжение удара. А точнее передачи. Ну, травмы Ивана Триковски. Вот он 19 номер покидает поле. А вместо него вышел 15 номер. Ох, сейчас буду читать. Батолингар, Батолигар, Мисс Донгарде, нападающий из Чада. Батомигар. Нет, Батолигар. Вот так вот. Батолигар и Донгарде. Ну, посмотрим. Это такой, мы видим, мощный нападающий. Это усиление атаки. Потому что Иван Триковский играл на позиции ползащитника. Усиливает атаку, не дожидаясь конца первого тайма. Тренер сербской команды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, это гол. Это гол, конечно. Конечно, мяч влетел. Как-то... Пробил. Издали мощный удар Динеева. На земле обетованной. Он поднял глаза к небу, поблагодарил. Вот, кого-то там наверху. Отойдя к центру поля. Ну и понятно, за что. Видите, Зорван Банович, который так хвалил, пропустил. Довольно легкий мяч. Довольно легкий мяч, потому что он, видел, стенка ему не закрыла обзор. Просто сыграл не тихо, что он выпадает. Ну, вот этот самый человек с длинным именем и еще длинной фамилией из Чада. Под 15 номером там сыграл. Пас на Дюбу. Дюба отличная, отличная комбинация, я вам скажу. И очень-очень заслуженный гол Павленко, который сегодня выглядит очень и очень неплохо. Посмотрите, как разыграли все спартаковцы. Я говорил, что гол Прудникова может претендовать на звание лучшего гола турнира. Теперь я отдаю вот этот приз такой виртуальный, конечно же, Павленко и всем спартаковцам, и тренеру, который вот такие комбинации им предложил. Смотрите, как хорошо скидывает Дюба и Павленко бьет, принимает мяч на грудь. Вот здесь все здорово сделал Дюба. Спартак атакует. Одного оставили Дюб. Дюба очень хорошо пропустил мяч, но и никак не удается забить Майдане. Сейчас все для Майдана сделал Дюба. Посмотрите, пропустил мяч очень красиво. Майдана бил с левой, своей любимой левой ноги в угол. Но очень здорово так вот, как гандбольный вратарь сыграл Зоран Банович. Навес на угол вратарской площади с Донецким Шахтером. Шахтер набрала максимальную сумму 6 очков, выиграв две встречи. Вот удар. И сейчас будет, к сожалению, будет гол. Вот посмотрите, как все хорошо сделали. В итоге мяч в сетку послал вот этот человек с бородкой, Эрнан Баркос. Нападающий девятый номер. Но был очень хороший удар пятнадцатого номера Мисс Донгарде. Вот его поблагодарил Баркос. Или нет, или это нет. Это тридцать пятый номер. Сейчас посмотрим. Появился вот еще один. Нет, нет, конечно. Конечно, это был удар пятнадцатого Мисс Донгарде. А то, что обменялся рукопожатиями с колумбийцем, с эквадорцем Сегунда, то это просто поздравление. То ли вот эти замены сыграли свою роль. Вот, смотрите. Нет, все четко. Всего лишь угловой. Показывает Любыш Михел. Человек-капно сейчас немножко промедлил. Пас был хороший. Но я вам должен сказать, что великолепно. Штранцель. Хороший пас на Штранцля. Ой-ой-ой, какой смешной момент. И отправил... Какой смешной момент. Но этот момент стоит того, чтобы его разобрать, как один из курьезнейших моментов на нынешнем турнире. Во-первых, там была неплохая комбинация. Штранц был на ударной позиции. Но вроде бы все уже закончилось для сербской команды. И тут их защитник, сейчас посмотрим, кто это, начал почему-то обводить Павленко на линии вратарской площади. Вот, смотрите. Тот самый Мелодинович. Понимаете, Мелодинович, как мы хвалили несколько раз. Мелодинович несколько раз хорошо сыграл. И сейчас тоже вроде бы все. Но зачем идти? Зачем обыгрывать Павленко? А Павленко в подкате отбивает мяч. Бьет поворотом то ли от ноги Павленко, то ли от ноги Мелодиновича. Так, лучший бомбардир в Кубков Первого Канала за три года. На его счету пять мячей. Может быть, сейчас прибавит. Еще один гол. Ох, какой хитрый. Хитрый удар аргентинца Баркаса. Китов разминается. Тем временем Ковач с мячом. В центре поля оказывается Майдана. Байдана ищет себя. Неточная передача. И фактически начинает атаку соперника тем самым. Надежно под прессингом Мездонгарде сыграл Филипенко. И вот атака. Павлюченко выходит один на один. Прокидывает мяч. Ну что? Надо забивать. Да, и Павлюченко забивает. Павлюченко забивает. Вратарь снова сделал все, что мог. Показал, что Павлюченко немножко промедлил. И что шанс появляется у защитника Тутарича. Но нет. Павлюченко забивает свой первый мяч на этом турнире. Ну а в общей сложности у него шесть голов. На турнирах за Куб Первого Канала. Вот смотрите. Но все сделал футнокровно. И между ног Джорджа Тутарича. 5-1. Спартак выигрывает. Павленко ухудшит шейнополис. Свеженький Павлюченко сделал все, как и должен делать мастер. Гускидинг на трибуне. Он приехал сюда на два матча. Вчерашний Громс. Дюба. Пойдет сам. Горботенко навешивает. Все неплохо было. Но Майдана. Ай попадает в перекладину. Ну как же не везет. Как же не везет этому аргентинцу. Хорошая атака Спартака. Посмотрим, все тут Дюба начал. И очень подрезал. Здорово подрезал мяч Горботенко. Павлюченко немножко не натянулся. Майдана пил уже, казалось бы, наверняка. Вы смотрите. Мощно с левой. Своей левой ноги. И один из лучших в составе церквенной звезды. Сабитов принял мяч. Огляделся. Но потерял. Потерял концентрацию. И смотрите. Может быть довольно опасная атака. И какой гол с левой ноги. Мощно бьет. 23 номер. Церквенной звезды. Маурицо Мулина. Колумбийский нападающий. Маурицо Мулина забивает красивейший мяч. И увы, при всей симпатии к Ренату Самитову, я должен сказать, что он начал эту комбинацию церквенной звезды. Зазимался. Это уже продолжение атаки. Можно сказать, что поймал и Сослана Джанаева вот этим ударом Мулина. Джанаев вышел. Смотрите, он где стоял. Он стоял на линии вратарного клуба. Сейчас переживает не лучшие времена. Хотя в своем чемпионате по-прежнему на первых ролях. Но вот на международной арене что-то не получается. И вот в этом году, вернее, в прошлом году. В итоге мяч у Ковача. И оказывается, и ошибаются, ошибаются. И смотрите, шанс у Баркаса. Баркас на 11-метровую отметку. Почти пенальти. Ой-ой-ой, но великолепно. Браво, Сослан Джанаев. Вы все видели. Он сначала спас свои ворота от удара в упор от Миссонгарде. Потом тот же Миссонгарде бил красиво через себя. И снова на пути мяча оказался молодой вратарь московского Спартака. И на этом заканчивается матч вот таким красивым. И тоже в какой-то степени курьезным эпизодом, которых было много в сегодняшнем матче. Вот смотрите, Миссонгарде ногой великолепно выходит в шпагате Джанаев. И здесь он на месте. Ковач там страховал, но Джанаев молодец, не сплаковал. Ну что ж, дорогие друзья, вот так 5-2. Спартак выиграл Цервена Звезды. Занял второе место в своей группе.